Всем привет, мои хорошие! Сегодня я хочу показать вам лаки, которые, в принципе, почти подошли уже к концу, но они начинают немножечко засыхать. Недавно я провела ревизию, я решила уже это не снимать, потому что несколько влогов назад я показывала, как я, скажем так, прибиралась в лаках, как я их пересматривала, сводчи когда делала, вот. И что хочется сказать, вот, в принципе, поэтому я решила сейчас и не показывать, скажем так, зачистку или что-то в этом роде. Я отобрала 5 лаков, которые подходят к концу и которые немножечко уже подсохли, но мне хочется все-таки их доиспользовать. Начну я, наверное, с лака, который идет от Reluim, это белорусская марка, и вообще это была, по-моему, лимитированная какая-то коллекция у меня в Тоне 04, Candy Bar называется. Там были такие очень приятные, мятные какие-то цвета, такие вот, ну, пастельные, скажем так, цвета. Я, в общем-то, выбрала вот такой вот. Ну, такой действительно пастельно-мятный я бы обозвала, потому что у меня, в принципе, в моей коллекции такого оттеночка не было. И мне что понравилось, что вот эти вот все цвета, они были матовые, да, такие на ногтях у меня, если честно, вот этот единственный лак, который матовый. Кисточка вот такая в нем обычная. И сейчас я его отобрала, и пока он стоял, я думаю, вы видели, что там осталось уже меньше половинки. И я заметила, когда вот как раз-таки ревизию проводила, что немножечко уже текстура начала меняться в этом лаке. Она до этого какая-то более жидкая была, а сейчас, как вы видите, достаточно густая становится. Поэтому вот я и решила, что пришло это время все-таки закончить этот лак. Тем более, мне кажется, здесь раза на два, мне кажется, полноценного нанесения хватит. Я этот лак наношу в два слоя, потому что в один все-таки он не так хорошо ложится, как мне бы хотелось. Поэтому вот я думаю, два-три раза ему осталось, и все. И скоро пойдет этот лак у меня в пустые баночки. Разводить я его ничем не буду, потому что все-таки матовый текстура, поэтому и решила побыстренько моего доиспользовать. Следующий лак, который я вам покажу, это Салли Хэнсон. Это мой самый любимый лак. Наверное, из всех, которые у меня есть. Сейчас он находится у меня на ногтях. Вот так вот он выглядит. Я его просто люблю. Во-первых, это мой самый любимый лак вообще из всех моих лаков. И во-вторых, это самый любимый лак, что касается нюдовой гаммы цветов. Действительно, он потрясающе сочетается с моей кожей. Он потрясающе лежит на ногтях, отлично ложится. Она распределяется, сохнет. В общем, мой самый-самый любимчик в оттеночке 374. У меня вот этот вот бутылек был около двух лет. И сейчас, как вы видите, его совсем немножечко осталось. И я недавно, вот как раз, когда делала маникюр, решила его нанести. Думаю, давно не наносила. Я опять же заметила, что текстура в нем поменялась. Но мне, конечно же, хочется все-таки его доиспользовать. Ну вот примерно как-то так сейчас это все выглядит. Достаточно густоватый стал. Но я один слой нанесла и поняла, что сложно он наносится, сложно распределяется. И поэтому я его потом ацетону... Вот такой вот у меня обычный финский ацетон. Ну, не ацетон, а жидкость для снятия лака. Но в этой жидкости большое содержание ацетона. И я немножечко разбавила. И второй вот уже слой нанесла. И он уже действительно намного лучше наносился, ложился. Вот таким образом я, в принципе, этот раз его и использовала. Но тоже осталось, как вы видите, совсем на мало раз. Но я уже планирую купить новый такой же бутылек. Потому что, ну, действительно, очень я его люблю. Не хочу и не могу без него. Цвет самый-самый лучший для меня. Самый любимый. Ну, что касается нюдовых текстур. Вот, надеюсь, вам видно, да? Но сейчас, конечно, такая погода плохая, что... И про вечер вообще не говорю. А день так практически не света. А солнце так вообще уже забыла, когда последний раз видела. Поэтому сложно с освещением. Дальше два лака от Fiberlic. Вот этот вот, не смотрите. Я случайно, вот когда протирала эти лаки, салфеточкой протерла вот здесь. Вот и получилось, что удалились буквы. Вот эти лаки тоже я очень люблю из этой линейки. Это песочные лаки. Тоже, как вы видите, совсем чуть-чуть. У меня их осталось. Но они больше, чем другие лаки у меня. Подсыхать стали. Вот совсем уж, видите, плотные. И по моему опыту знаю, что такая текстура практически ненаносима. Поэтому вот я их сюда выставила. И тоже, думаю, не на много раз мне их хватит. И тоже разбавлю ацетоном. И буквально на 2-3 раза точно мне еще хватит. Вот этот вот лак. Так, сейчас скажу вам номера. 72-81. Такой вот он уходит в розоватую какую-то гамму. А второй лак 72-79. Он вот тоже не удовлетен. Можно и сочетать, и вместе, и по раздельности наносить. Можно нанести. Несколько дней походить. И когда захотите обновить маникюр, просто наверх нанести еще один слой. То есть не смывать, а докрасить, скажем так. Потому что вот, например, они у меня не откалываются ничего. А просто вот где кончики, везде вот начинают сходить. Поэтому я через 2 дня опять еще слой наношу. И еще могу 2 дня походить. Быстро сохнут. Но вообще мне понравились, конечно, вот эти лаки. Оформление бутыльков очень приятное. Приятно брать их в руки. Вот. И по текстурам мне они понравились. Если вы любите песочные лаки, ну попробуйте от Фоберлик. Вдруг вам тоже понравится, как и мне. На данный момент я их не разводила. Я решила, буду их разводить тем же ацетоном. Перед тем, как буду применять. Чтобы они просто лишнее время не стояли. Кстати, мне девочки писали по другими моими видео, что есть специальные разбавители. Но я решила не покупать. У меня такого не бывает, что лак почти полный. И его нужно разбавлять. Если бы такое было, может быть я и приобрела бы разбавитель. Но как здесь, знаете, такой вот уже прям на донышке лак. Ну я считаю, что мне кажется не стоит мне покупать разбавитель. Тем более вот я разбавляю вот этой жидкостью для снятия лака. И текстура никак не портится. Она слегка понятна, что она разбавляется. Но тем не менее, в два слоя все прекрасно наносится. Следующий лак я уже разбавила и уже наносила. Вот я один раз носила вот этот лак. Потом его сняла и нанесла от Sally Hansen. Тоже я увидела, что густеет. И поэтому нанесла. В принципе, сейчас разбавила. В принципе, сейчас наносится неплохо. Надпись Luxe Visage Sahara. Вот, но здесь вот у меня сохранилось. Вот, видите, здесь написано Sahara. Что-то еще до Sahara. Лак для ногтей, Luxe Visage Sahara. Да, вот здесь вот все сохранилось. У меня в оттеночке 63. Кстати, вот эта вот линейка Sahara очень обширна у Luxe Visage. Если у вас есть доступ к этой косметике, присмотрите. Если вы любите лаки, любите вот такие вот песочные. Мне очень, кстати, нравится, как этот лак на ногтях смотрится. Я с этим лаком очень много комплиментов получаю. У меня есть лаки, которые, в принципе, есть много разных красных лаков. Текстуры не то, чтобы много. Ну, в общем-то, есть некоторое количество. Но вот с этим лаком действительно получаю много комплиментов. Может быть, из-за того, что вот эти блесточки внутри есть. Они вроде бы крупные, но они красиво на ногтях. Смотрятся очень красиво, играют на ногтях. Так что вот эти лаки я сейчас выставила сюда на косметический стол, на видное место. И вот в ближайшее время только ими буду пользоваться. Потому что я считаю, что я денежки на них потратила, во-первых. Во-вторых, они мне очень нравятся. И, в-третьих, ну, хочется действительно до конца доиспользовать. Мне хочется все-таки, чтобы вот эти вот средства, которые я дала, свои денежки, в которые я вложила, чтобы они отработали полностью на 100%. Если вы, девочки, тоже таким же страдаете, как и я, да? Страдаете вот тем, что хочется вам доиспользовать, что заканчиваются у вас лаки. Напишите обязательно в комментариях, какие лаки на данный момент у вас заканчиваются, какие вам нравятся. Может быть, какие-то хорошие оттеночки вы мне из нюдовых лаков посоветуете, потому что я действительно нюдовые люблю. Ну, вообще, знаете, нюдовыми оттеночками пользуюсь очень давно, но вот этот вот, конечно, меня покорил. Оттенок потрясающий. Он вроде бы такой коричневый, да, но в нем присутствует какая-то, может быть, слегка сероватая нотка, что ли. Либо все-таки это не то чтобы сероватая нотка, но он такой холодный, что ли, такой нюдовый оттенок. И вот, ну, действительно, очень потрясающе смотрится. Ну, я обожаю, честно, этот лак обожаю. И, наверное, это самый мой любимый лак, что касается нюдовых цветов за всю жизнь, потому что, ну, действительно, он потрясающий, конечно. Ну, и когда бутылек полный, не такой вот, когда уже, знаете, под конец, как он у меня подходит, то у него и текстура такая очень хорошая какая-то, что ли, гелевая, и ложится очень хорошо, без проплешин. В общем-то, очень люблю. Так что вот таких вот пять лаков, это те лаки, которыми я буду пользоваться в ближайшее время, и постараюсь ими их закончить, конечно же. Ну, а в пустых баночках вы узнаете, получилось ли у меня это, либо нет. Ну, это все на сегодня. Надеюсь, что ролик вам понравился, что вы немножечко расслабились, может быть, провели со мной приятное время. Обязательно пишите свои комментарии внизу, я буду их очень ждать. Ну, а мы скоро с вами увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok